всем привет меня зовут мария мироневич и вы на канале как похудеть я похудела уже на 43 килограмма и в своих видео я делюсь своим личным опытом и конечно же делюсь своими рецептами простыми и очень вкусными сегодня мы с вами приготовим замечательный ужин лапшу вог лапша у нас будет соба то есть гречневая и конечно так как сейчас летом мы ее приготовим с огромным количеством вкуснейших овощей давайте посмотрим что нам понадобится вот она соба гречневой лапши у нас 300 грамм это четыре порции вот такая щедрая тарелка у нас свежих астраханских овощей я взяла две средние луковицы 3 крупных красных сладких перца сочную оранжевую морковку и 2 баклажанчика которые я уже очистила от кожуры и конечно мы будем добавлять очень много вкусного ароматного и крайне полезного чеснока вы конечно будете добавлять по вкусу конечно же овощи мы будем готовить в соусе для того чтобы его приготовить нам понадобится соевый соус я его взяла три столовых ложки и конечно для того чтобы пассеровать овощи я взяла одну столовую ложку растительного масла также конечно нам понадобится самая обычная соль и перец кастрюля для лапши у меня уже стоит на огне вода в ней закипела отправляем лапшу вариться варить ее нужно на медленном огне без крышки отправляем ее в кастрюльку и займемся овощами отправляем нашу лапшу в кипящую воду солить я воду не буду потому что соус получится достаточно пряным лишняя соль нам не нужно я наливаю растительное масло на дно своей сковороды волк да я знаю что вот готовится по технологии на большом огне но мы будем грязать овощи и сразу их отправлять поэтому сейчас я включила самый маленький огонь больше нам не нужно дольше всего готовится у нас морковка поэтому начинаем именно с нее я ее нарезаю сначала на пластины а потом мелкой яркой соломкой вот такая красивая морковная соломка у меня уже получилось масло разогрелось отправляем сковородку сейчас все зашкварчит зашипит это отлично и пока морковка у нас уже начала пассероваться я займусь луком лук я нарезаю полукольцами но немного по другой технологии так я привыкла я нарезала обе луковицы полукольцами отправляем лук морковки им всегда вместе хорошо перемешиваем морковка уже немного начала пассероваться это замечательно сейчас наша задача немного вот так лук разделить принципе это произойдет сама при дальнейшем перемешивании продолжаем готовить наши продукты перец я разрезала еще пополам и нарезаю вот такой не сильно тонкой соломкой потому что я обожаю сладкий перец особенно когда он сезонный то есть купленные на рынке они в магазине он просто восхитительные поэтому я нарезаю покрупнее вы конечно нарезаете на свой вкус вот такое огромное количество красивого красного сладкого перца у меня получилось теперь отправляем его к луку и морковки первая партия и еще вот так много перца и так это будет вкусно аромат уже начал распространяться по нашей кухне потому что на мой вкус просто даже лук с морковкой пахнут восхитительно а со сладким перцем это то что нужно теперь нам осталось нарезать баклажаны баклажаны я тоже буду нарезать соломкой в этом рецепте я от шкурки избавилась вот такой не сильно мелко я нарезаю потому что баклажаны конечно когда приготовится очень нежные и все-таки я люблю чтобы они были покрупнее баклажаны я все нарезала соломкой можно сказать брусочком отправляю к овощам и как раз прошли те самые 10 минут которые необходимо для того чтобы сова сварилась сейчас я овощи перемешаю и мы с вами откинем лапшу на дуршлаг и и по рецепту нужно промыть и продолжим приготовление нашего простого и быстрого ужина и так лапшу я откинула на дуршлаг промыл ее по инструкции холодной водой теперь мы готовим овощи добавляем чеснок все смешиваем и наш восхитительный летний ужин готов теперь когда уже все овощи у нас хотел сказать в казане когда у нас все овощи уже в сковороде бог я прибавляю газ и мы уже будем готовить по технологии то есть на большом огне при постоянном помешивании я уже с чеснокодавилка в руках это значит мы сейчас будем добавлять уже соевый соус добавлять туда чеснок наш соус из овощей будет готов и будем добавлять туда гречневую лапшу еще хочу сказать что каждый раз под видео с рецептами я получаю вопросы о том что же еще я ем раз я похудела на 43 килограмма вот здесь появится плейлист мы более 100 дней снимали дневники питания в которых я каждый день показывала что я ем на завтрак обед и ужин и конечно же еще показывала свои порции в граммах посмотрите надеюсь эта информация будет вам полезна вот так аппетитно выглядит наши овощи теперь я отжимаю все это огромное количество чеснока которая приготовила заранее потому что я люблю очень чесночно вы конечно добавляете или не добавляете чеснок по вашему вкусу чеснок добавили щедро поливаем соевым кстати чуть не забыла сказать газ я уже убавила все хорошенечко перемешиваем и все равно еще на мой конечно вкус я немного посолю и конечно добавлю смесь перцев вот уже и все мы с вами на финишный прямой отправляем нашу гречневую лапшу собу осталось только все это перемешать и оставить на медленном огне на пару минут под крышкой для того чтобы все вкусы ароматы смешались и мы получили с вами восхитительный ужин совсем забыла конечно добавляем кунжут кунжута я взяла одну столовую ложку сейчас я уже лапшу с овощами перемешала вот так аппетитно выглядит уже наша лапша влог напоминаю мы с вами сегодня приготовили собу посыпаем и накрываем крышкой и так за полчаса мы с вами приготовили вот такой не только вкусный но еще очень красивый летний ужин который конечно же добавит вашему меню разнообразие новые вкусы и ароматы я просто обожаю это блюдо потому что благодаря огромному количеству овощей она очень вкусная лапши совсем немного получается в итоге блюдо содержит себе кучу витаминов клетчатки я очень рада что сегодня поделилась с вами таким простым быстрым и очень вкусным рецептом вот здесь появится еще наши новые видео они очень полезны и конечно вкусные с вами была мария мироневич я желаю всем любви добра и вкусных летних ужинов